В четверг, 21 ноября, Верховная Рада провалила голосование за все законопроекты, касающиеся лечения осужденных за рубежом. А законопроект о прокуратуре отложила на завтра. Европарламент в очередной раз намекнул украинским политикам, что решение вопроса Тимошенко – предпосылка для подписания соглашения об ассоциации. Европейские политики также высказали мнение, что такое поведение объясняется тем, что из-за экономического и политического давления со стороны России, Украина на данный момент не хочет подписывать соглашение с ЕС. Надежда на цивилизованное европейское будущее Украины начала таять, как первый снег, после обеда 21 ноября, когда Кабинет министров своим решением приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Ясность в такое решение внес Николай Азаров, выступая в Верховной Раде в пятницу. Премьер отметил, решение правительства о приостановке процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС носит тактический характер, учитывая экономическую ситуацию. Несмотря на это, стратегический курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным. Останней краплей стала позиция Международного валютного фонда, выкладенная в листе отриманным урядом 20-го стопада поточного року. Международный валютный фонд высунул вымоги наданя кредиту, вдумайтесь, в размере, необходимом для погашения борьбы самому Международному валютному фонду. Ось ци вымоги, ось ци вымоги, послухайте. Майже вдвичи підвищать тарифы на житлово-коммунальные послуги для громадян, заморозить заробітные платы, пенсии, социальную допомогу на яснуючем рівне, суттєво скоротить ватраты бюджета, ліквидувати пельгові режимы оподаткування для сельхозворобників, а також ряд вымог монетарной политики, за які я даже не кажу. Между тем, есть мнение, что распоряжение правительства при остановке процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть отменено. Вполне возможно, 27 ноября, в последний день перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе, будет назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором все проблемные вопросы будут решены окончательно.